Здравствуйте! Сегодня поговорим вновь о проблемах. Помни, любая проблема начинается с тебя. Молитвы всегда должны оставаться безответными. Если бы они исполнялись, это были бы не молитвы, а деловые переговоры. Это сказал Оскар Уайлд. На первой консультации я часто слышу вопрос, а сколько понадобится сеансов, сколько по времени это займет, а по стоимости. Объясняю, каждый случай уникален и нет определенных рамок. Каждый человек приходит со своей проблемой. Есть он и его проблема. Один на один. Но если пациент объединяется со мной, доверяет мне, то нас оказывается уже двое перед одной его проблемой. Поработаем, и проблема решится. Важно только правильно к ней относиться. По этому поводу существует замечательная молитва, которую я часто напоминаю своим пациентам. Господи, дай мне терпение, чтобы я смог перетерпеть то, что невозможно изменить. Господи, дай мне мудрости, чтобы отличить одно от другого. Как-то раз, примерно в одно и то же время, ко мне обратились две женщины, приблизительно одного возраста, около сорока лет. И у каждой были личные проблемы в любовных отношениях. Одна благополучная дама, двадцать лет замужем, двое детей и муж, имеющий крупный бизнес. Но не было у нее взаимопонимания в семье. Муж обзавелся любовницей. Задача заключалась в том, чтобы вернуть любовь и восстановить отношения. Как это часто бывает, долгие годы совместной жизни сделали отношения супругов скучными и пресными. По-видимому, нужна была эмоциональная встряска, присутствие адреналина в крови. Я сделала несколько установок на исполнение желания. И через месяц супруги помирились. О любовнице и след простыл. Эта история дала возможность обоим супругам осознать, любят ли они друг друга. Моя пациентка пришла на заключительный прием со словами. А сейчас мне страшно от того, что мы так оба счастливы. Как это сохранить? На это я могла сказать только одно. Теперь все в ваших руках. У второй женщины тоже было двое детей. Она пять лет жила с гражданским мужем, которого сама слепила из того, что было. При ней он стал ухоженным мужчиной при машине, которую она ему купила. Но вот беда. С работой мужу крайне не везло. Женщина любила его и таким. Просто любила и вдруг узнала, что он давно ей изменяет. Она тут же указала любимому на дверь. Ко мне она обратилась с просьбой разлюбить и забыть бывшего мужа. Женщина очень нервничала. Была на грани эмоционального срыва. Я объяснила ей, что одним действием, устранением негатива, мы не ограничимся. Нужно время и дополнительные методы. Моя пациентка была медиком. И должна была понимать, что один укол или разовый прием лекарства не излечит больного. Даже массажист назначает не один сеанс массажа, а цикл из 10-15 сеансов. И у меня нет волшебной палочки, чтобы взмахнуть ею, и ситуация благополучно разрешится. Поставив котле воду на огонь, мы должны набраться терпения и ждать, когда же она закипит. От дальнейших действий женщина отказалась, так и оставившись в расстроенных чувствах. Это, похоже, была не одна ее ошибка в жизни, очереда опрометчивых поступков. Предыдущий неудачный брак, союз с недостойным партнером и так далее. Две женщины, две судьбы, два отношения к проблеме. Конечно, легче работать с тем человеком, который понимает, что проблема начинается с него, и для ее решения нужно время. Первое, что необходимо сделать, если вас оставил любимый человек, перестать скулить и причитать. Это все равно ничему не поможет, но отнимет уйму сил и времени. А силы вам пригодятся, чтобы преодолеть ситуацию. Не стоит сразу делать привороты или отвороты. Есть много других способов. Прежде всего, ищите собственные ошибки. Попытайтесь поговорить с любимым, понять, что произошло в ваших отношениях, чего ему в жизни не хватает. Если вы поймете его, то узнаете, как меняться вам самим. Что делать, чтобы ваши пути снова слились в один или же окончательно разошлись. Я понимаю, что за один мой сеанс человек вряд ли изменит свой собственный взгляд на жизнь. Для того, чтобы научить, как измениться самим и позитивно изменить свою жизнь, пока не поздно. Я провожу семинары. Ну, а тем, кто оказался в подобной ситуации, даю совет. В полнолуние возьмите чистый стакан, укрепите в нем свечку и налейте в него воды до половины. Стакан со свечой поставьте на окно под лунный свет. При этом сохраняйте полное молчание, как погаснет свеча, коснувшись воды. Стакан переставьте к изголовью, где вы спите. На рассвете выйдите на улицу, перейдите дорогу и там оставьте стакан. При исполнении всего ритуала с ночи до утра храните молчание. Заговорить можно, когда вернетесь домой. На следующий день сходите в церковь, прочтите Псалом 90-й, поставьте свечи к иконам. Выходя из храма, тихонько произнесите «Коли мое, пусть со мной, «Коли нет, пусть тает, как ночью свет. Коли нет, пусть не кипит в жилах кровь. Забери от меня ярую любовь. Аминь». И через некоторое время ваша ситуация разрешится. Человек или вернется, или вы окончательно расстанетесь с ним без боли и страдания. Определитесь в своих желаниях и взвесьте свои возможности. Но не забывайте, за все в жизни приходится платить по счету и без счета. Достигнуть чего-либо без затраты душевных сил и материальных средств маловероятно. Мудрости вам и терпения. Ваша Виолетта Полонцова субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok